Друзья, мы выражаем свое сочувствие и соболезнование всем пользователям айфонов, ведь, друзья, в связи с изменившейся ситуацией в магазинах приложений, именно владельцы айфонов не могут вот так вот просто перенести и установить на свои смартфоны, так необходимы им приложения банков, которые были удалены из App Store, но пользоваться ими необходимо. Но нашлись добрые люди, которые говорят, а мы вам сделаем, да, приезжайте к нам, приезжайте, дайте нам доступ к своему айфону, к своему облаку и так далее. И появилась целая сфера услуг, да, когда люди предлагают в частном порядке установить это самое приложение, так вот это очень опасно. Опасна установка заблокированных приложений, которые предлагают купить в интернете, об этом рассказывает эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, и мы тоже об этом вам говорим. Ну, да, ну и подтвердителя опровергнуть должен наш эксперт непосредственно. Конечно, наши эксперты самые экспертные в мире. Да, верим как вот, прям вот, не то же как родному, а просто верим и все, да. Поставить точку в этом вопросе сможет Владимир Зыков, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, извините. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну вот эти пугалки, да, вот эти владельцы айфонов, конечно, хочется задать вопрос, ну как же теперь-то вы, вот это, ваш самый лучший в мире, самый дизайнерский, безопасный, дизайнерский, свободный аппарат. Но мы не будем этого делать, мы хотим им помочь. Так вот, насколько, на ваш взгляд, вот эти вот тревоги, вот эти возможности мошенничества, проникновения, потери данных и так далее, они могут иметь место? Да все может иметь место, и на самом деле это хотят не только владельцы айфонов, аналогичная ситуация происходит и с владельцами аппаратов на основе операционной системы Android, и там и там пользователи лишились сервисов, которые им там крайне необходимы. Банковские сервисы определенных компаний, вот, ну, собственно, это основной этап, вот. Ну, там есть еще развлекательные, но в целом все-таки главное это банковские сервисы. И здесь, с одной стороны, мы наблюдаем, как банки пытаются в обход санкций схитрить и выпускают приложения своих банков из-под левого аккаунта какой-то своей поддочерней компании и называют его как-то иначе. Ну, например, сбол, да, всем известный сбербанковский сервис, вот. Вот. Но нужно понимать, что если, ну, то есть, как бы, можно поставить на iOS только вот такие приложения. Если мы говорим про Android, то там можно поставить все, что угодно, даже официально. Да, потому что Android не возражает. Да, и все это в Rous Story уже есть. Да, вот, все-таки возвращаясь к iOS, Владимир, ну, тогда, если сможете, какие-то советы людям, которые хотят обновить свои банковские приложения и не видят другого пути. Да, ну, как бы, да, как бы не все мошенники, по идее, идут, но у нас сейчас ситуация такая, она для всех. Мы все прямо мошенники, и импорт у нас параллельный. Вы поймите, что это дико опасно, потому что вы никогда, как человек, не поймете, какую версию приложения вам поставили. А это приложение очень просто разобрать и туда сделать определенные, там, программные закладки, благодаря которым, когда вы зайдете своим логином и паролем в банковское, ну, вот в этот банк, там, или куда, там, финансовый сервис, то, соответственно, во-первых, эти данные уйдут к тем людям, которые вам ставили, или, по крайней мере, тем, которые вот это приложение, там, модифицировали, да, то есть, соответственно, ваши деньги могут моментально утечь. Это первое. Второе. Надо понимать, что приложение имеет большое количество доступов к той информации, которая хранится у вас на девайсе. Это фоточки, это доступ к камере, к микрофону, ну, я думаю, уже достаточно того, чтобы как бы напрячься и понять, что ставить приложение из каких-то непонятных людей, из непонятных источников лучше не делать, потому что на кону стоит мало того, что вы заплатите за это большие деньги, ну, на 500 рублей, я считаю, что большие деньги за такую услугу, так еще и лишитесь всех денег, которые у вас есть, или могут появиться в дальнейшем, потому что преступники будут так же смотреть, сколько денег на счету у жертвы, когда будет максимальная сумма, они просто ее разом выведут, и все, понятно, что жертвы там... Понятно. Владимир, а вот скажи, пожалуйста, а почему так нагло ведут? Ведь ничего же не скрывают, по идее, вот есть телефон, вот есть адрес, ты, значит, приходишь, там тебе делают, а это тот самый мошенник, который завтра у тебя заберет. Это что, трудно доказать? Ну, например, что-то случилось, ушли деньги, я говорю, вот я по такому-то адресу, вот с таким человеком, вот он мне все поставил. А он скажет, я поставил приложение, которое я скачал отсюда, сам я ничего не брал, пожалуйста, проверяйте, а я вот только поставил, и вообще я тут не придала. То есть это недоказуемо, поэтому, в принципе, они так свободны. Да, это будет очень сложно и фактически невозможно, да и вряд ли кто-то пойдет куда-то жаловаться, какая-то экспертиза будет нужна, скажут, что вы сами кому-то данные отдали. То есть здесь просто есть миллион причин для того, чтобы это не расследовалось. Владимир, а тогда как же быть-то все-таки? Ну, жить со самой все больше и больше устаревающей версии какого-то приложения, или уже беречь свой iPhone до последнего, какой бы он там ни был, потому что перенести потом будет невозможно? Или что? Что делать-то? По знакомым искать. Искать по знакомым тех людей, которые могут вам помочь, написать в Facebook, если не знакомы, в ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, в любой социальной сети, и даже запрещенной, с тем, чтобы вам просто кто-то откликнулся из ваших знакомых и подсказал. Но это как минимум. Точнее, как максимум. Как минимум вы просто вбиваете соответствующий запрос в поисковой системе, и там будет просто миллион сайтов с инструкциями, как это установить. Но эти файлы с инструкциями, как их установить, тоже неизвестно, кем сделано и что туда насовывается. К сожалению, времени нет, но я бы задал вопрос. Почему, например, те же банковские приложения, там, известного банка, почему там не посадить, где-то выделить окошечко человека, айтишника, который может установить обратно клиентам вот этого большого банка их приложение, может, каким-то вот таким путем. Почему надо ходить-то по квартирам? По левому адресу. Это же их приложение. Да, да, я тоже задавался таким вопросом, я на него ответа не нашел. Не знаю, почему банки не оказывают подобную услугу у себя в офисах официально, но это было бы очень правильно. Вы очень верно заметили то, к чему я хотел поднести. Банки, мы надеемся, что вы услышали нас, и ситуация исправится в сторону безопасности. Большое спасибо, Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Спасибо.